друзья всем привет большое спасибо вам за то количество лайков которые вы поставили под моим предыдущим видео мне очень приятно и как обещал выпускаю новый ролик но прежде чем вы посмотрите его я хотел вам рассказать небольшую предысторию почему в этом ролике я позволил себе столько нервов криков и матов действительно это все было так вы это увидите значит ехал я с города запорожья в город херсон отрезок дороги из мелитополя в херсон дался мне очень тяжело как и всем водителям которые ехали в тот день по этой трассе да его в любой другой день назвать трассой сегодня это очень сложно люди которые там живут и перемещаются они дадут мне соврать значит то что в того что превратилась эта дорога иначе как дорогой жизни не назовешь большинство наших дорог после этой зимы я не знаю вообще будут ли существовать и причина этому вот какая мы неоднократно показывали своих роликах о том как перегрузы движутся через наши посты стационарные которые нам обещали в том числе и министра нашей и президенты и кто только не обещал по в 2017 году убрать полностью старых коррупционеров с этих постов как показывает практика сегодня у нас уже конец января до сих пор на постах стоят эти уроды толстые иначе их никак не могу назвать есть определенная каста людей каста полицейских милицейских старых горечников которых я просто не переношу то есть если с полицией я могу общаться часами в принципе и абсолютно они не вызывают у меня никаких эмоций негативных большинстве своем то есть я нахожу объяснение их тупости я нахожу объяснение непрофессионализму и это нормально но старая полиция старые гаишники они просто меня просто меня вот нервирует до глубины души я хочу сказать что это виной мы с вами мы с вами граждане этой страны которые позволяют так над собой издеваться мы живем в стране ежедневно и с экранов телевизоров слышим обещание о том что мы будем жить лучше что мы будем жить стабильнее и т.д. и т.п. что нам построят дороги по факту идут годы ни хрена не меняется абсолютно в этой стране и в этом вина прямая наша потому что мы с вами молчим закрываем глаза и делаем вид что мы не понимаем почему у нас такие херовые дороги почему мы извините меня задницы по асфальту ездим разбиваем бьем свои машины погибаем в дтп хороним своих знакомых и друзей и мы не знаем мы думаем что все правительство виновата оно хреново оно не строит нам дороги так нет друзья это не так это мы с вами те люди которые должны контролировать эту долбанную власть мы должны выходить мы должны их долбить ежедневно каждый день к чему я это говорю значит ехал я по этой дороге доехал я до поста тюрюпинского и как обычно я лицезрею картину когда старые коррупционеры толстые гаишники эти козлы форме останавливают фуру и бреют ее то есть естественно водила приготовил бабки естественно это чучело идет к нему получать эти деньги у меня просто уже не хватает слов у меня не хватает никакой выдержки я ну то вы увидите что было дальше к этим людям у меня нет уважения абсолютно никакой я их не могу назвать ни кем кроме как долбанными кассирами которые стоят на дорогах собирают дань я считаю что дальше так продолжаться не может мы в каждом городе я уверен есть люди которые недовольны состоянием дорог которые бы с радостью что-то бы изменили но не знаю что делать мы живем вверх информационных технологий 2017 год на дворе мы можем самоорганизовываться вы можете самоорганизовываться каждый в своем городе давайте выгорнем уже нахрен эти посты этих козлов уберем за дорог это же невозможно просто ездить по этим дорогам дальнобойщики которые систематически перегружают свои фуры возят перегрузы разбивают дороги конечно выгодно это перевозчикам перевозчику легче заплатить на посту 200 гривен и ехать дальше и вести огромный перегруз все эти затраты он вла вла влаживает в тот товар который он перевозит и в принципе ничего не теряет он покупает себе джип меняет подвеску у него на это деньги есть в итоге мы с вами страдаем и бьем свои машины и платим со своего кармана в карманы этим гаишникам в карманы этим перевозчикам и в итоге мы с вами в заднице вся страна в шоколаде поэтому друзья извините конечно за мой такой спич эмоциональный но действительно у меня накипело так я когда еду вижу этих уродов на посту мне просто честно и откровенно хочется подорвать этот пост нахрен вообще с этими козлами которые в принципе вообще абсолютно никакой пользы не несут это дармоеды которые стоят на дорогах и нихрена абсолютно не делают ничего нам рассказывали сказки о том что нам посты эти стационарные поставлены для того чтобы в случае если водитель устал он может остановиться выпить чаю ему окажут необходимую помощь пожалуйста посмотрите на вот этих чучел которые стоят на цирепинском посту да на любом другом посту стоят точно такие же кассиры которые нихрена абсолютно не делают и только мешает нам жить с вами пожалуйста пишите свои мысли по этому поводу в комментариях очень будет интересно это послушать посмотреть извините за такой эмоциональный еще раз монолог поэтому давайте друзья пишите комментарии буду очень рад конструктиву удачи сколько даешь ему сколько даешь еще не сколько а сколько мы дошли снимаю а что остановили автопоезд У него не горит лампочка автопользуя, и поэтому он приготовил документы с деньгами? Дело в том, что я не знаю, с какими деньгами он приготовил документы. Я подошел с вами. А вы включили бы ближний свет фар? Я включил бы. Вы, пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Вы стоите во втором ряду. Все знаю. Что ты боишься? Ну что? Ну вот тебе цунки, мама. Что ты ругаешься? Да прошел афигу. А ты что? Ты дороги разбиваешься? Я думаю, что я буду ездить. Смотри, какие дороги разбиваешься. Ну что? Я думаю, что я не понял, что это правило. А что ты боишься? Вас же доят, блин, как этих. А вы боитесь. Вы бы все жизнь будете платим. Братан, ты пойми, ты всю жизнь будешь ему плохие. Ты понимаешь, ты сейчас ничего не сделал. Что ты не боишься? Я шоу, блин. Ты всю жизнь, ты систему не поломаешь. Ты уверен? Я не поломаюсь, знаешь почему? Потом я пока так не... А не поломаюсь. Знаешь почему? Ну шо, автопоезд? Ну шо автопоезд, за шо остановили? За шо остановил? За автопоезд. За автопоезд? Да. Да, да, да. Ты уверен? Что за автопоезд не остановили? Потому что вы разводите их Вам люди деньги останутся платят, Шо вы, блядь, рассказываете? Не надо ругаться по этим дорогам Своей проедете, ты смотри! Также разводяга проехал. Слышишь, ты разводяга, шо ты блядь чешся еще? Второй уже уехал. Что ты говоришь и ты уедешь, и ты уедешь. Смотри, чтоб ты не уехал. Что ты говоришь? Да. А куда стоишь? Что ты толкаешь меня? Что ты стоишь толкаешь меня? Никто не толкает. Никто не толкает. Да потому что бабки вы берете. Я проехать не могу по этой дороге. Да. Да. Потому что дорога вся разбита. Да. Да. Покажи. Давай. Демонстрируй. Давай. Давай журнал сюда. Давай. Я все расскажу. Ну так демонстрируйте. Вы мне говорите, что я взял взятку в данный момент. Нет. Я говорю, за что вы остановили водителя. А я объясню. А я тоже объясню. И всем покажу. Да. Покажи. Пожалуйста. Журнал сюда несите. Ручку давайте. Смелый. Стоять блин. Дорога невозможно по этому лесу проехать. Фуры стоят. Колеса меняют. Уже раздолбали всю дорогу. Всю раздолбали. До каких пор? Сколько вас надо брать за задницу? Сколько? Совесть поимейте уже наконец-то. Не так. Вы не вешайте на меня. Что вы отняете? Журнал я принес. Потому что вы не понимаете, что оно по-нормальному. Не понимаете. Вы не понимаете? Что вы не понимаете? Что вы делаете из дураков? Делаете вид, что я не знаю за что вы его остановили. А за что его остановили? Ну никто не знает. А объясните. Сейчас страна знает. А вот объясните. А вот объясните. Журнал давайте. Ну объясняйте мне. Я говорю журнал принесите. Вы даете журнал или нет? Какой? Ваш поста. Какой поста? Журнал поста. Ваш. Где я могу написать ситуацию, написать которая произошла. Чтобы не знаете какой журнал, скажем нету пропозиций. Есть у вас для скажем журнал? Есть. Будьте любезны. Так уж так и говорите. Так я так и говорю. А какой? А вы еще какой-то можете? Журнал поста. А вы еще какой-то? У нас есть технический журнал поста. Можете его тоже принести? А зачем он вам? Если вы можете принести, принесите. Можете. Зачем он вам? Вы можете его принести? Я полистаю, посмотрю. Кого? Журнал поста? Техническую характеристику поста? Сколько квадратных метров? Да, просто интересно посмотреть. Сойдите. Журнал даете? Я говорю, журнал с карги вы даете или нет? Какой? Вас на посту, который... Вы даете его или нет? Сейчас найдем. Будьте любезны, давайте. Я смотрю, вы герой большой, да? В Америку отправляете людей? Не, ну так, а почему их? А что почему? Руки, 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 руки. Что, смотри, что разошелся? Смелый или что? Ты смотри, зубы скалит стоит, блин. Ты свои скалит. Как я сказал, ты свои? Мы на ты перешли с тобой или что? Ты же перешел со мной. Так я имею права, а ты нет, ты полицейский. Или ты не полицейский? Кто ты? Ручку дадите? Нету. В смысле нету? У меня нету, в отходе. Ну, а что вы пишете постановление? У вас тоже ручки нету? У вас парня нет. Ручка есть у вас? Тоже нету ручки? И у вас нету ручки, да? У всех трех ручек нету. Вон, пожалуйста, друзья. Журнал «С карта пропозиций». С поста. Дали. Написать. Открываем журнал. Все прошито. Значит, написано. Книга «С карта пропозиций». Рота Дорожной патрульной службы. Начато. 01.01.2016. Инвентарный номер 220. Образцовый пост. Обратите внимание. Первая запись. «Прошу выразить благодарность сотрудникам полиции за оказание мне помощи». И написано «Кто». Все. На этом с 2016 года в журнале никаких записей не велось. Полностью чистый журнал. Чтобы вы понимали. Сегодня у нас на дворе 25 января 2017 года. Пожалуйста. Все. Вот так вот. Печать. Все. Вот. Образцовый пост, ребята. Образцовый. Держите. Вы на «ты» перешли или что? А у людей журнал будет на столе. Вы мне дали его. Возьмите. На столе лежал. Вы будете брать? А у журнал на столе лежал. Ну. Ну так оставьте его на столе. Ну так вот вы стоите. Вы будете брать? Я говорю, вы на столе его взяли. Ну так вы вот стоите. А что здесь я стою? Вы будете брать его? Я говорю, вы на столе его взяли. Не хотите брать? Забирайте так. Что такое? Что? Урод.